Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему драгоценному вниманию тема Марты «Окно в новый мир. Вершина пробуждения» Читает Лора Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! И, наконец, мы подошли к описанию того, как влияет на пробуждение человека его седьмая чакра, тот, у кого она полностью активирована, выходит своим сознанием не только за рамки трехмерного мира, но он уже способен взаимодействовать с энергоинформационным полем вашей галактики, а порой и Вселенной. Именно это происходит с людьми, обладающими яснознанием, яснослышанием, ясновидением, а также принимающими послания от сил света. Конечно, пока это случается с ними спорадически, поскольку эти люди все еще пребывают в мире третьего измерения с его низкими хаотичными энергиями, но то, что это им удается, уже говорит о том, что они достигли последнего этапа своего духовного пробуждения, и им остался всего шаг, чтобы перейти границу, отделяющую их от миров высоких вибраций. Одновременно повышается и их ответственность перед своей собственной душой и перед человечеством в целом. Для того, кто поднялся так высоко, падение может оказаться весьма болезненным. И вот почему. Человек, достигший таких высот своего духовного развития, как правило, очень долго к этому шел на протяжении многих и многих воплощений, накачивая свои духовные мышцы путем тяжелейших испытаний, физических и моральных. Его душа изнемогала под гнетом трехмерности, и вот, наконец, она вырвалась на свободу, ощутив родную стихию высоких вибраций. Его духовные проводники тоже вздохнули свободно, убедившись в том, что подвели своего подопечного к заветной цели – выходу из трехмерной матрицы и возвращению в родной дом божественных энергий. Их совместный труд, длившийся веками, дорогого стоит. Его цена – не только выход из колеса воплощений и обретение нового статуса обитателя мира высоких вибраций, но и получение уникального опыта перехода в пятое измерение в своем физическом теле. Если человек, достигший подобных высот, оступается и позволяет утянуть себя обратно в миры низких частот, то его падение непостижимо с тем, которое случается с обычными людьми, медленно продвигавшимися по лестнице своего духовного развития. Для сравнения представьте себе человека, который с огромным трудом поднялся на высоченную гору, но в последний момент вдруг сорвался и рухнул с этой высоты и другого, который поднимается не спеша на невысокую пологую гору и, подскользнувшись, падает с небольшого склона. У первого не остается никаких шансов выжить, а второй может отделаться легким ушибом. Именно это происходит с людьми на тонком плане. Первым приходится начинать все сначала, долго и мучительно странствуя в мирах низких плотностей, а вторые, оступившись, поднимаются и продолжают карабкаться вверх по склону третьего измерения. Или возьмем другое сравнение. Способного ученика долго и старательно пестовали лучшие учителя, доведя его образование до совершенства. Но в итоге он им не воспользовался и решил заняться чем-то другим, не имеющим ничего общего с теми талантами и способностями, которые старательно в нем развивали его педагоги. И если другим, менее способным людям, это легко проститься, то в данном случае неблагодарность ученика по отношению к своим учителям за потраченные усилия приведет его к трагическому для него духовному падению. Именно отсюда и возникла ваша поговорка «Чем выше взлетаешь, тем больнее падать». Помните об этом, родные мои, и не обманите ожиданий своей души и ваших преданных небесных помощников, которые так долго вели вас за руку по пути к Вознесению. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Вершина пробуждения». Маленькое дополнение. Дорогие друзья, я понимаю, что подниматься сложно после падений, но у вас уже есть мастерство. Вы себя уже сами способны исцелять, пусть частично, неважно, но можете. И уже можете взлетать. Да? Вы можете уже применять свои сверхспособности, сверхвозможности и быстрее подниматься. Ну, если хотите, по щучьему велению. Если хотите, на крыльях любви к мирозданию. Поэтому чувствуйте себя больше. Но вот, конечно, от проницательности не отказывайтесь. То есть, призывайте, элохим, доверие и проницательности в свою повседневную жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...